Аким Жалгансайского сельского округа высказался грубо и нарушил этические нормы государственного служащего. Об этом было сказано на очередном заседании Совета по этике. Кроме того, были озвучены проблемы с земельным участком и утвержденный план Совета на 2021 год. Об этом подробнее в следующем сюжете. На совещании под председательством секретаря областного маслехата Алибека Наутиева было рассмотрено три вопроса. Одно из них в отношении руководства Исатайского районного отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Должностное лицо допустило грубую ошибку при предоставлении земельного участка индивидуальному предпринимателю. То есть предприниматель не уплатил государству более 183 тысяч тенге обязательных платежей, которые необходимо перечислить после получения земли. А это должно было строго контролировать руководство архитектуры и градостроительства этого района. После выявления в ходе проверки данного нарушения стало известно, что Хуаншпеков 6 января 2021 года через Казпочту Исатайского района полностью уплатил в местный бюджет 183 тысячи 700 тенге. При этом возбужденное Исатайским районным отделом полиции по данному факту в отношении Мухышева и Хуаншпекова уголовное дело по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан мошенничество 10 марта 2021 года было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В адрес Акима Жалгансайского сельского округа Гибрата Мерзагалиева была высказана критика за грубый разговор в ходе работы. Этот вопрос обсуждался на общем собрании. Тем не менее, большая часть членов совета высказала мнение, что во время исполнения обязанностей гражданина грубый разговор не нарушает никаких законов. С этим также не был согласен Гибрат Мерзагалиев. У нас в честь Дня Символов прошло совещание под председателем заместителя Акима Мохамбетского района Светы Аманшиевой. Оно длилось 10 минут. Когда заместитель Акима спросила, у кого есть вопросы, я встал и высказал свое мнение. Я Аким Селажа, Жалгансай, принимаю участие в совещании. А Акимом Селби-Барыс и Алга это сложно. Почему все, что было сказано в ходе 10 минут, нельзя было сказать по телефону? Тогда, 3 июня, заместитель Акима района признал мой разговор грубым. Я не нарушал никаких законов, а только излагал свои мысли. Так как микрофона на собрании не было, и я сидел подальше от нее, мне пришлось говорить немного погромче. После долгих обсуждений члены совета по этике опровергли обвинение в адрес Акима Жалгансайского сельского округа и руководителю Исатайского районного отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства дали предупреждение. Стоит отметить, что на совещании также был заслушан доклад о мерах, направленных на профилактику, коррупции и нарушение этических норм государственными служащими. Субтитры создавал DimaTorzok